Событие, о котором пойдет речь, могло и не случиться вообще. Если бы у руководства торгового предприятия, точнее торгового центра, все для дома, стояли бы другие люди. Зачем вообще сегодня устраивать праздники? Зачем нужна трата денег? Зачем? Когда так приятно в определенный день каждого месяца получать дань от арендаторов замка, построенного непонятно из каких материалов. А? Простите? Это же стимулирование покупательской активности. Но вышеозвученные принципы не в принципах работы этого торгового центра. Извините, но это так. Да, можно устраивать праздники просто так, бесплатно, то есть задаром. Прежде всего для покупателей. Здесь на Труда-32 без анонсов, без лотереи, выдаваемой при покупке товара на определенную, и как правило, немалую сумму, собрались утром в субботу несколько сотен жителей Орджоникидзевского района. И не только. Потому как низкие цены, профилактически поддерживаемые в этом торговом центре, привлекают покупателей со всего города. Ни один из покупателей не потратил на этот, на праздник, ни копейки. У нас цены низкие, и мы хотим, чтобы об этом знали все. Что же происходило под аккомпанемент веселых шуток, детского смеха, под лучами ласкового летнего солнца и улыбок горожан? Этап номер один. Конкурс детского рисунка на асфальте. Бесплатные мелки, вкусные конфеты для стимулирования фантазии, замечательные призы для стимулирования дальнейшего творчества. Причем призами награждались не только победители, но и самые активные участники. А когда все это делалось под звуки таких известных и добрых песен, то все делалось просто легко. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 всех наших покупателей. И вот с этой целью мы собрали наших покупателей. Ну, я знаю, что вообще слово «кризис» непримиримо к вашему магазину, потому что у вас максимально антикризисные меры и низкие цены. Низкие цены, да. Мы потому что идем, понимаем наших арендаторов, которые тоже нам приносят доход, в том, что если мы не пойдем на уступки и не будем делать ниже цены, значит, просто-напросто погибнем и мы, и они. Вот с этой целью мы выживаем вместе и хотим сказать, кризису нет. А теперь? Нет, нечем прояваться кризисом. Ну, нужно самим активно участвовать. Вот, допустим, они. Я в этом доме живу. Активно сама женщина у нас вообще в этом магазине. А мероприятие сегодня впервые. И отлично. Я даже рад этому. Приветствую. За их организацию никогда не было. А если повторять это очень хорошо. Ребята как вдохновляют. Пожалуйста, они весел. И родить им приятно. Стоят, смотрят и смотрят, как дети прыгают. И им приятно. Ну, видите, прелесть. Пеперас. Я думаю, что такое. Вы что, молодец. Она у нас активна изо всех. Прямо здесь у нас. Вы прожили, наверное, самую тяжелую жизнь. На вашем веку было все. И сейчас вы с высоты своих лет можете судить, что Россия все-таки... С 17-го лет я пошел на фронт. И вот, и прошел весь фронт до Эстонии. Потом попал во флот Балтийский. Вот. Освобождал, значит, Финляндию, Афинов. Мы создали там военно-морской базу, парк Калавут. Вот. И потом уже по сечению времени поранения был списан. И здесь работаем. А сейчас интересно жить? А что? Хорошо. Вот. И нечем прорываться там этим всякими кризисами. Надо активно участвовать. На кризис. Все свалить на кризис. Не надо свалить на кризис. Надо самим двигаться. И не нужно вот так. Работать надо двигаться. Вовлекать в молодежь и активных людей. И все будет в порядке. А это явления временные. И все это пройдет, как шелуха. Отлетит, останется основа снов. А это временно бывает. Мы знаем, для нас это уже не страшно. Может, растерли, мяли, прочее. Россия выжила и выживет. И пусть не думает никто, что Россия... Это одна нация, одна государство, которая из любого положения выйдет. И никто нас никогда не несет. Нет. Это не такие мы славяне. Так что же мы видим? Что мы ощущаем каждый день? Если не смотрим выпуски новостей и тем более не слушаем их. Что вокруг нас? Разруха? Толпы голодных, озлобленных людей? Глядя на этот праздник жизни, хочется утверждать обратное. Кризиса нет. Его придумали. И тщательно распиарили. Кризиса нет, по крайней мере, в отношениях между нами, горожанами. Мы живем, как и жили. Мы умеем покупать качественные продукты. Умеем оттягиваться и веселиться. У нас, в конце концов, есть деньги. И есть они каждый день. И не везде и не всегда цены нам портят настроение. Нам надо проще относиться к жизни. Не требовать от нее невозможного. А если невозможного хочется, нам стоит, как и раньше, трудиться и пахать. Ну и про отдых. И про праздники не забывать. Ну а учиться устраивать праздники из ничего... Буквально просто так. Можно и нужно. У торгового центра все для дома. Нашего бывшего и такого любимого старого нового детского мира.